Правительство обратилось в прокуратуру с требованием проверить достоверность данных, озвученных депутатской комиссией. Напомним, группа депутатов утверждает, что в прошлом году у государства была возможность полностью финансировать все социальные выплаты. Эти данные не соответствуют действительности, говорят в правительстве, и предлагают органам надзора разобраться в этом вопросе. Более полумиллиарда рублей. Примерно на такую сумму расчеты депутатской комиссии расходятся с реальностью, говорят в правительстве. И добавляют, признать выводы комиссии мотивированными невозможно. Как результат, сегодня последовало обращение в прокуратуру. Такими действиями депутаты действительно вводят в заблуждение населения и наводят некую тень на деятельность правительства. Но если это случайные ошибки, которые изложены в заключении депутатов, то все-таки необходимо было проработать проект заключения с правительством, выявить все неточности, сделать правильные расчеты и далее уже делать корректные выводы. В министерствах и ведомствах уточняют, данные о реальных доходах и расходах государства постоянно поступают в Верховный Совет. И депутаты даже утверждают их. Получается, заявляя о том, что в прошлом году у государства были деньги на полную выплату зарплаты пенсий, депутаты противоречат сами себе. Ошибки в расчетах, случайные или намеренные, в правительстве называют очень значительными. Не учли все социально защищенные статьи. Какие неучтенные социально защищенные статьи? Это содержание детских домов-интернатов, это содержание миротворческих сил, это все абсолютно государственные программы в области здравоохранения и в области образования. Это протезирование льготной категории, это лечение больных за пределами нашей республики. То есть, ну, очень значительные суммы. Расчеты депутатов сильно расходятся с действительностью. Это отмечают и в фонде соцстрахования, из которого выплачиваются пенсии и пособия. Директор фонда говорит, депутаты указали неверные цифры и в расходах, они отличаются от реальности почти на 200 тысяч рублей, и в доходах, они завышены ни много ни мало на сотни миллионов рублей. Цифры, которые были предложены в выводах депутатами в своем заключении, они не соответствуют действительности. Соответственно, вывод, который был сделан ими, сводился к тому, что у нас были средства на выплату всех пенсий и пособий в полном объеме. А фактически эти расчеты были неточными. Несомненно, это все будоражит людей. Соответственно, если ставится такой глобальный вопрос, были или не были средства, то в данном случае, конечно, это имеет значение. По данным фонда, депутаты или не знают, или почему-то неверно указывают даже размер ежемесячной дополнительной помощи к пенсиям. А больше всего вводят население в заблуждение по суммам, которые направляются в фонд из бюджета. Это пенсии военнослужащим, ряд пособий, компенсаций. Данная сумма, фактически, которая была нам перечислена, составляла 207 миллионов. В расчетах депутатов эта сумма была завышена ровно в два раза и составила 414 миллионов. Правительство на своем сайте указало депутатам, какие именно расчеты не соответствуют действительности. На сегодняшний день правительство обратилось в прокуратуру. Мы в своем письме попросили прокуратуру проанализировать расчеты правительства и сделать вывод о мотивированности заключения, которое сделано в рамках депутатского расследования. Ввиду того, что большая часть из расчетов депутатов не соответствует действительности, по мнению правительства, заключение является недостоверным. Напомним, это не первые сомнительные цифры, на которых настояли депутаты. К примеру, в этом году они приняли так называемый воздушный бюджет, в котором, по данным правительства, около 800 миллионов рублей, необходимых в том числе и на зарплаты. Это виртуальные, не существующие деньги. Последствием таких решений вполне могут стать задержки по зарплатам, если не будут приняты меры по исправлению ситуации. Степан Бугаев, Роман Донецк, Николай Беркиншток. Первый Приднестровский.